Мы увидели на этой конференции, что ситуация, вжасающаяся, свобода слова, прежде всего на постсоветском пространстве, что убивают журналистов в России, убивают журналистов в Беларуси, отсутствует практически независимая журналистика в Казахстане, преследуют жестко журналистов в Азербайджане, в Молдове очень тяжелая ситуация с журналистикой. И в том числе мы увидели, что в странах Балканского региона та же ситуация, потому что выступали журналисты из Боснии, Герцеговины, из Сербии, из Черногории, из Хорватии, и там тоже преследуют журналистов, убивают, в них стреляют, сжигают их машины, подстраивают аварии. И на самом деле ситуация очень тяжелая сегодня. Почему это происходит? Ну, совершенно очевидно, потому что сегодня у международного сообщества нет никакого инструмента для влияния на правительство тех стран, где убивают журналистов. Поскольку международные организации сегодня ограничиваются всего лишь заявлениями об обеспокоенности, но, в общем-то, реального давления на власти стран, где преследуют журналистов, не оказывается. То есть я могу это сказать на примере Беларуси, потому что у нас убивали журналистов, и был убит в том числе основатель сайта Харти, главным редактором которого я являюсь, Олег Бебенин. И это было подстроено под самоубийство. Очень многие факты указывали на то, что это действительно на самом деле убийство. Но власти отказались проводить расследование, очень быстро захоронили тело, не было проведено никакой соответствующей проверки. Даже не стали возбуждать уголовное дело. Более того, привлекли в себя в адвокаты экспертов УБСЕ, приехало два человека, которые просто знакомились с официальными материалами проверки прокуратуры. И делали заключение, что это самоубийство. Тем самым они прекратили все разговоры на международном уровне об убийстве журналиста. Произошло это на фоне того, что в это время Запад ввел активно диалог с режимом Лукашенко и никаким образом не хотел омрачать этот диалог. То есть смерть журналиста им еще серьезно могла помешать, и они просто-напросто закрыли эту тему. В итоге мы сегодня видим, что в Беларуси практически отсутствует свобода слова. Сайт Харти, например, сегодня вынужден работать в эмиграции, поскольку сразу после убийства Олега против нас продолжились очень серьезные репрессии. В конце концов я была брошена в тюрьму КГБ по обвинению в организации массовых беспорядков. И мне грозило до 15 лет лишения свободы. Я была вынуждена бежать из страны. Арестованы были также многие журналисты сайта Харти. И сегодня у нас такая ситуация, что внутри страны мы работаем подпольно, а редакция работает из Польши. Сегодня нужно говорить, требовать от Запада именно реагировать самым жестким образом на преследование журналистов. Что вы имеете в виду? Что это может быть, кроме тех заявлений, которые уже делаются? В первую очередь это должны быть санкции. То есть если правительство отказывается проводить объективное всестороннее расследование убийства журналистов, значит против этого правительства должны вводиться санкции. Это могут быть визовые санкции, это могут быть экономические санкции, но они должны следовать. И власти, когда будут осознавать, что им придется очень серьезно поплатиться за совершенное, они будут взвешивать и поймут, что в общем-то жизнь журналиста того не стоит. Есть голоса, которые говорят, что санкции они своей цели не достигают и наоборот бьют по тем, кого должны защищать. На самом деле это неправда, поскольку санкции в первую очередь бьют по чиновникам. Мы знаем, например, Беларуси, когда вводились визовые санкции, это очень нервировало чиновников, сотрудников милиции, сотрудников КГБ, которые подпадали под эти санкции. И более того, когда возникала угроза введения непосредственно экономических санкций, например, как после президентских выборов 2010 года, когда Лукашенко бросил в тюрьмы практически всех независимых кандидатов в президенты, то тогда он очень сильно испугался и людей стали постепенно освобождать. Но поскольку санкции не были введены, то репрессивная политика продолжилась. И дальше уже мы наблюдаем, что у Запада исчезла вообще какая-либо воля, необходимая для влияния на ситуацию. То есть сегодня мы видим, что место ценностям уступает так называемый прагматизм. И вот на фоне особенно войны, которую Россия развязала против Украины и ввела торговые санкции против Запада, мы видим, что сегодня западные страны предпочитают сотрудничать с режимами, такими как белорусский режим, например, для того, чтобы через эти страны, через эти серые зоны поставлять товары по-прежнему в Россию в обход санкций. В обмен на это они просто-напросто закрывают глаза на ситуацию с правами человека. И сегодня конкретно в отношении режима Лукашенко не предпринимается никаких шагов. Хотя, например, один из примеров нарушений свободы слова, вот в последних, это, например, блокировка сайта Харти-97 на территории Беларуси. Это популярнейший независимый сайт, который имел на территории страны миллионы читателей. То есть власть его самым незаконным образом в нарушении всех международных норм заблокировал. Но Запад ничего не смог против этого противопоставить. Было принято две резолюции Европейского парламента с требованием немедленно разблокировать сайт Харти. Были сделаны заявления многими международными организациями, включая ОБСЕ. Но власти к этому не прислушались, и за этим ничего не последовало. И мы вот сегодня видим по ситуациям с другими журналистами, которые участвуют в конференции. В той же российской новой газете было 6 журналистов. И правильно сегодня сказала редактор газеты Надежда Просенкова, что необходимо вводить санкции, если убивают журналистов. И то же самое необходимо делать, если блокируют источники информации. Это лишение доступа к свободной информации миллионов людей в Беларуси. Как можно на это не реагировать? Ну и важный момент, который я сегодня посчитала нужным подчеркнуть, что сегодня белорусские власти, помимо всего этого арсенала репрессий в отношении независимых журналистов, они используют также тактику финансового удушения. Сегодня белорусские чиновники требуют от западных чиновников прекратить поддержку независимых медиа. И мы сегодня видим, что постепенно идет очень такое серьезное сокращение финансовой помощи независимым медиа. А независимые медиа в странах диктатурах не могут существовать без этой помощи, потому что они не могут зарабатывать на рекламе, потому что, естественно, бизнес боится давать эту рекламу. Они не могут существовать за подписку по подписке, потому что очень важно донести до людей информацию любым образом. И в этой ситуации они вынуждены обращаться за помощью к фондам в поддержку демократии. И сегодня мы видим, что очень многие западные фонды, они следуют той стратегии отношений с государствами, которую определяют власти в странах, где они находятся. И если западные страны делают ставку на дружбу с диктатором, то фонды, в свою очередь, также понимают, что они могут разрушить это их хрупкое взаимодействие, поддерживая оппозиционные независимые медиа. И они прекращают их поддерживать просто-напросто. И мы это видим на примере Харси. Причем все это происходит на фоне бесконечной болтовни о необходимости противостоять путинской гибридной пропаганде. А ведь такая ситуация не только в Беларуси. Такая ситуация с медиа и с донорами и в Молдове, и в Казахстане, и в Азербайджане, и в России. И мы постоянно вот несколько раз в год встречаемся в Риге с журналистами из постсоветских стран, с независимыми журналистами, и у нас у всех абсолютно одинаковые проблемы. Мы все говорим о том, а вот этот фонд там отказал, и этот нам отказал, и этот отказал. А почему? А потом выяснилось, то есть я разговаривала с представителем одного из фондов, и он сказал, что вот вы все, да, то есть ребята, не подпадайте, потому что вы политически ангажированы. А почему мы политически ангажированы? Потому что мы освещаем деятельность оппозиции. Если вам нужно две точки зрения, мы даем точку зрения властей. А в итоге получается, что сегодня финансирование имеет те, я могу сказать за Беларусь, кто практически не освещает деятельность оппозиции, зато дает трибуну власти. И вот получается, что сегодня вот эти фонды, они, в общем-то, поддерживают в большинстве своем гонго, так называемое, да, и поддерживают диктатуру, вместо того, чтобы поддерживать журналистов, которые действительно пытаются работать объективно и доносить информацию. И давать слово всем, не только властям, но и многочисленным активистам оппозиции, которым необходима трибуна, потому что эта трибуна их лишила государство, когда монополизировала все медиа в стране. Еще одна тема, которая поднималась сегодня, была, журналисты говорили о том, что в большинстве случаев атак, убийств журналистов, власти стран, они или замалчивают эти дела, или, наоборот, как бы мешают макете, мешают... Почему это происходит? К сожалению, если речь идет о странах-диктатурах, то чаще всего непосредственно власти дают приказ на убийство этих журналистов. Поэтому, естественно, они не заинтересованы в поисках этих людей. То есть в крайнем случае, что происходит, то есть это сдают исполнителей, но практически никогда мы не узнаем в наших странах имя заказчика. Потому что обычно заказчик сидит настолько высоко, что сдать его диктатор, как правило, не может. Либо непосредственно сам диктатор может выносить, может давать такие же приказы. Поэтому, если не находят преступников, то есть это сразу же... Объяснение этому одно. Значит, в общем-то, у самих руки в крови. Все. Скажите, что происходит со странами, где пресса становится такой, какой ее хотят видеть в власти? Ну, это страшная странная диктатура, где расправляются с населением самым жестоким образом. Потому что, если убивают журналистов, то следующими будут простые люди. Потому что журналисты, в общем-то, они же пытаются остановить этот пояс голыми руками. Потому что, когда они освещают ситуацию, рассказывают о нарушениях, проводят расследования, они делают это публичным, и это действительно несколько сдерживает власть. Если же уничтожают полностью независимую журналистику, то у власти исчезает вообще какой-либо страх или вот этот фактор сдерживания. И они просто-напросто начинают творить полный беспредел тогда. И почему важно то, что, например, происходило в Словакии, когда после убийства журналиста-расследователя на улицу вышли больше 100 тысяч человек, и они добились отставки своих чиновников. Потому что люди там понимают, что если они сейчас не выступят, то вот эта цепочка страшной смертей, она продолжится. И здесь тоже нужно нашим людям понимать в наших странах, что они должны бороться за жизнь своих журналистов, они должны противостоять вот этим репрессиям. Необходимо проявлять солидарность, необходимо выходить тоже на акции, необходимо требовать от властей и проведения расследований, если убиты журналисты, и требовать прекращения репрессий против независимых СМИ. То есть сами люди должны защищать свои медиа, потому что мы защищаем их права, а они должны защищать нас. И мы сможем выжить, и государство сможет выжить, вот если будет вот эта взаимная солидарность людей и журналистов. Вы чувствуете солидарность ваших читателей? Да, когда заблокировали сайт Харти, было огромное количество, мы получили и писем, люди проводили в Минске акции, пикеты, распространяли листовки, шла просто невероятная компания по передаче друг другу информации, как можно обойти блокировку сайта. А вот просто внуки учили своих бабушек, как пользоваться анонимайзерами и ДНС. Это было просто невероятно. И вот благодаря этому нам сегодня удалось уже вернуть больше 60% аудитории. Мы по-прежнему остаемся практически одним из самых популярных независимых сайтах. И в общем-то вот эта блокировка властей провалилась, хотя, конечно, нужно требовать, продолжать требовать властей полностью ее снять.